Абсолют, который совершенен, закончен, цел и один, имеет такое же состояние сна, где он становится человеком, то есть забывает о своей абсолютности. Происходит обуславливание, слепка, сцепка такая, интеграция, и человек настолько верует, что он и есть, допустим, Маша, Петя, Ира, Нина, неважно кто, что если он внутри пьесы трех мушкетеров будет ходить и спрашивать, в чем же смысл бытия, он получит только те ответы, которые подразумевает эта пьеса, но она никак не может ему дать, как вообще выйти из пьесы. Не торопитесь сказать ни да, ни нет, послушайте, что-то внутри вас, не в голове, а там, где ваше дыхание, за этим дыханием что-то откликается, что-то поднимается, как некое узнавание, как некий резонанс, как некий отклик, что елки-палки, что-то такое знакомое, никак не могу понять, откуда я это знаю. Ментал – это чистота сна, в которой пребывает человек. Человек – это такая граница, это такой конгломерат, в котором вот вам кажется, что так, моя жизнь мне не нравится, буду что-то менять, и вы начинаете перебирать идеи. На самом деле вы просто движетесь, грубо говоря, в одном и том же здании, просто разные комнаты, разные отсеки, разные этажи, но ничего больше. Данное информационное поле, данная чистота, данная реальность существует только за счет вашей обусловленности, потому что внутри вас есть светимость, есть чистота света, есть чистота сути, есть чистота одинности, то есть чистота абсолютно самого себя. И менталу нужна эта пища, нужен этот свет, чтобы, реализовывая ваши идеи, чтобы они получили объемное воплощение, и таким образом создавая вашу реальность. Задача ментала – держать вас всегда, это и есть ваш сон, и вам надо сначала просто разобраться, как же он функционирует. Для этого нужно только таким образом происходит отпочковывание, разотождествление, выдвигание из этих образов, которые по умолчанию вами держат. Что значит образы? Что их отличает? То же тело, те же физиологические потребности, все то же самое, но есть различия. И в одном случае есть драма, а в другом случае драмы нет. Почему? Это жесткая система контроля и обуславливания. Внутри ментала свободы нет. Соответственно, ментал, когда вы обращаетесь в информационное поле с вопросом, в чем смысл бытия, что такое пробуждение, что такое просветление, как найти себя, как стать счастливым, как найти вторую половину, вы поймите, вы обращаетесь ко сну. Поэтому, что же надо делать? С менталом бороться? Бесполезно. Отрицать? Бесполезно, потому что это частота сна. Вам надо проснуться. Как происходит пробуждение? У вас сидит в подсознании эталонная система, то, что я называю программой образа себя и программой образа о себе. В чем разница? Пребывание в данной реальности, оно имеет свое подобие и подобие законов. И точно так же выход с этой частоты разотождествления и возвращения в сущностную основу, в сущностную частоту, имеет свои законы, имеет свое подобие. Сначала надо уметь улавливать различия, причем не в голове, а собой. Продолжение следует...